Ни одна семья не может существовать без традиции. Именно они являются тем фундаментом, который делают семью крепкой и дружной, уверена супружеская пара Соловьёвых. Свои традиции и ценности они сначала передали старшей дочери, а сейчас делятся ею с приёмной Настей. Это и совместное чтение книг, баня по выходным, путешествия по городам России. Но самое главное дело – облагораживание семейной усадьбы. У Насте есть своя грядка. В этот год она сама её посадила, сама ухаживает. Вот это и её теперь вотчина. Настя весной посадила к многолетникам ещё однолетки. Здесь вот бойники, розы. Цветами Настя любуется с качелей. Эту площадку для неё построил глава семьи. И вот уже 8 лет они всё так же собираются вместе и играют на ней. Всей семьёй Соловьёвы ведут и хозяйство. Это несколько собак, кошек, недавно появились утки. Купание пернатых теперь тоже вошло в общую традицию. Вот смотрите, как в армии. Без команды, без всего. Вот они стоят. Как только они охладятся, они уходят в освоятие. Помимо уток в хозяйстве скоро появятся куры. Сейчас полным ходом идёт строительство настоящего дворца для них. Каждая постройка, каждое дерево или водоём в усадьбе появились благодаря стараниям главы семьи Алексея Соловьёва. Он привёл Насте и любовь к чтению. Девочка уже собрала дома небольшую библиотеку. Сейчас она насчитывает 260 книг. Обо всём этом Соловьёва рассказали в проекте под названием «Семья традиций сильно». Он был организован при поддержке Департамента образования Ярославской области. Когда дети приходят в семью, бывают сложности. И вот чтобы адаптация проходила проще, вот традиции, наверное, свою роль сыграют. Потому что это хороший способ для того, чтобы объединиться, поговорить. Помогают воспитывать и формировать у детей необходимые нравственные качества, духовные ценности. И прививать у детей нормы и правила поведения. И, конечно, в Ярославской области делается всё для популяризации семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в Ярославской области 3359 таких детей. 85% из них устроены в семьи. Цель Департамента образования и организаторов проекта – довести этот показатель до 100%. Чтобы у каждых мальчишек и девчонок были свои семьи со своими традициями. Мария Анисимова, Евгений Бушуев. День в событиях.